ну что мы пообедали мы пообедали вот там мы пообедали то есть если вы приезжаете вот смотрите вот там вот вы выйдете потом идете сюда 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 и налево слева в самом конце заведение называется с реймом я в нем ел уже миллион раз это безумно вкусно без преувеличения безумно вкусно советую вам лок лак если у них есть вдруг кабан спросите wild пик то обязательно заказывайте это будет восхитительно вот ладно мы-то в общем-то в пирамиду пойдем начали мы не совсем чтобы сначала а вот там вот вдалеке есть еще каменные постройки которые относятся тоже к этому комплексу я не знаю попадем ли мы туда потому что комплекс огромный а нам вообще хотелось бы все таки успеть попасть на пирамиду пойдемте уже к пирамиде да быстро не получится у нас никогда быстро не получится вот балясины да кстати смотри разница ты видишь а расстояние между кольцами большой это характерно для коке как раз вот именно как раз вот подобные да это не низ я думаю это окошки так проскочим мы здесь наверно до пирамиды еще далеко ну как нам целый комплекс пройти нет ну пролезем наверно ничего тут не закрыто слава богу можно ползать ну туда везде мегалиты но вы уже давно смотрите про коке здесь на канале да и поэтому вы уже привыкли к тому что тут одни мегалиты ну просто вот по мере приближения все они больше и больше эти камни ну они невероятных размеров и масштабов и веса самое главное олит лежит мегалитище то тоже маль того что он длинный он еще и толст а вон посмотри какой лежит смотри какой лежит вообще-то просто невероятное что-то такая вот тут красота так что вы приезжайте в камбоджу обязательно потому что извините но это нельзя пропустить вот один раз в жизни хотя бы это надо увидеть каждому да не копали конечно расчистили да не ну как копали каш копали видишь все таки она хотя бы ровная все то есть нет что-то нет вот подпорочки какие-то ну там видишь что положили камни сверху это все уже сделали французы или кто там после них нос да то есть сделали максимально щадящие если бы они все так делали то вот опять что ли у да тут перед перед нет их сбивают они все время здесь опять образовываются до осы да не первый раз уже вижу дверь гигантская кстати я не знаю даже как это можно изобразить но 33 роста два с половиной роста человека как минимум да и опять нижняя часть ступенька сделана верхняя часть вообще 4 ступеньки как раз нормальных и там тоже самое две и две без тебя никак подходи к двери только смотри да да вот самый большой 2 метровый максим подходит к эти двери 4 метра максим ну минимум 4 метра до так тут у нас барельефик выкопали прям недавно и скрепили его вон такой попорченный очень очень попорченный в земле лежал очевидно долго подвергался всякий воздействию влаги засыпь сплошной вот здесь вот интересная кстати история с моей как колонны все в одну сторону упали видишь вот весь ряд а просто весь ряд а по толкнула их оттуда толкнула что-то и что причина какая дверь а какая дверь она в камеру наверху они были скреплены вот тем мимо чего мы сейчас идем да да падать собрались а кстати а где верхние блоки от этих-то камней они вот он блок один наверху а эти блоки где они на той стороне упали непонятно да рано или поздно мы выйдем в пирамиде до размеры здесь конечно это это миров вокруг вокруг на вокруг храма пойдемте дальше вот это достаточно укрепили и ничего не надо делать больше да вот бык нанди смотри да вот он и поедистал под него да это был его поедистал и вот видишь опять какое расстояние между колец вот тут опять разрушка стена то вообще из песчаника почему-то вообще-то из лотерита должна быть она была значительно выше потому что тут на засыпь там еще может больше чем два раза сейчас на несколько стен вы увидите как будто эта платформа одна за ней другая защитные функции стены не выполняют нет но стены слушаешь и сейчас вокруг монастырей есть тоже в защитной функции не выполняет вокруг монастырей у тебя есть там помосты по которым они ходят и башни вокруг на которых ты можешь следить за передвижением неприятия не они про у нас я про здесь говорю здесь они никакую функцию не выполняют но тем не менее стены все равно вокруг каждого есть но они издревле их строили сейчас уже их строят просто потому что так принято я думаю ну именно в наше время а потом они же ограничивают территорию какого-то поселения ну то есть здесь же люди в том числе жили не в этих башнях естественно а были еще деревянные постройки где жили люди а в монастырях к тому же это все-таки ну как бы такой да храмовой комплекс хранилось очень много ценных вещей бриллианты там какие-то изумруды сапфиры которыми статуи были украшены которые потом были украдены ну и вообще очень много золота к сейчас в монастырях столько ценного хранится там золото серебро не ну это официально там подношение да да подношение люди делают монастырям часто в виде допустим ну будды изготовленного из серебра какого-нибудь огромного это вообще нормально делать такие подношения здесь они хранят монастырях и поэтому здесь то я полагаю в то то время в древнее наверное еще больше всего было поэтому ценности да тут совершенно житейские мне кажется причины для этого ты его внутрь через эту дверь не затащишь ты будешь строить сначала поставили вокруг него построил кирпичные стены ну у нас также и колыванская ваза в эрмитаже стоит так что это нам знакомо да я там тоже не был еще бабловской ванне хотя вроде как царское село то рядом ну ну тут опять мы видим скорее всего нет нет галерею мы не видим просто здание какое-то очевидно да ну развал галерея как он прям развалилась в труху вообще в ноль рядом все стоит ну стену это повсеместно мы же видим здесь камбоджа точечное разрушение они здесь галерея была все-таки видишь колонны сохранились то есть вот так вот был ряд колонны здесь была какая-то галерея крытая ну а всем как-то странно между двух стен зажатая и все поразвалился именно между двух стен а все остальное очень-очень все да очень все так непонятно а здесь конечно обработка всех этих блоков она идеальная опять все эти замки уже известны известные нам о вот и пирамида наконец-то да да вот она пирамида она не очень высокая 36 метров вот здесь у нас кто-то был это божество раньше давным-давно мы на эту пирамиду забирались так сказать нелегально когда не было еще лестнице человеческой для того чтобы на не забираться то мы платили пять долларов охраннику за человека чтобы он отвернулся и не смотрел а сами забирались вот по вот этой вот разрушенной лестнице древней прямо на вершину это было очень страшно и безумно увлекательно вот мы здесь видим просто какого-то невероятного надо расколоть пополам вдоль на вот он вдоль расколоть он просто гигантский лицевая часть у него почти не сохранилась так ну ладно можно пройти уже тут видите ли коке пирамида вернее вот этот пранк пранк называется солнце видите к сожалению светит прямо в камеру поэтому отсюда не очень удобно и снимать вот эта пирамида она очень активно посещается не только иностранцами но и местными жителями это самый известный объект после анкор вата наверное да я думаю да по крайней мере мистики в нем наворочено точной мистик а здесь вовсю гуляет да мы столкнулись мистическим сегодня на самом деле чего я уже забыл мне в камне а когда на камне исчезли следы инструмента это да были следы инструмента и они исчезли через одну минуту да просто и даже гладкий камень стал это очень будет странно каждый трое пробовали к вопросу о мистики ну здесь видишь так как рассказывают что место якобы проклятое поэтому здесь никто не живет поэтому с этим местом связана куча всяких легенд вот частности то что джей варман 4 строитель был был сатанистом до поклонялся дьяволу и здесь совершались якобы человеческие жертвоприношения но никаких понятное дело следов такой деятельности здесь найдено не было это все наверное все ну вранье скорее всего это непонятно кстати вот на каком этапе это просто в народе да в народе народе да вот по этой лестнице мы раньше поднимались это вот прям да на моих глазах произошло но вот это всего безобразия не было конечно но это не безобразие это все правильно не делают конечно ну вот раньше можно было здесь залезть и она еще была заросшая очень она была заросшая да когда я первый раз здесь был здесь еще везде была растительность сейчас чистят постоянно я правильно понимаю что семиступенчатость она одна здесь да но вообще эту пирамиду у нас понимаешь вообще аналогов нет камбоджа да и эту пирамиду единственно с чем можем сравнить это вот с боксей чем рон вот та самая пирамида в анкоре ну вот давай подойдем посмотрим же ну насколько ее глубоко раскопали мы не знаем ну сложно сказать может быть и это уже уровень не разошлись они вообще нет таки идеальная декора явного как поделочного поделочного вида но тут про переделки вообще сложно разговаривать потому что но и и не пересобирали и и и не пересобирали нет я бы не смогли так идеально пересобрать мы же видим как пересобирают какие там щели между камнями так вот эти вот колонны выкопали лет десять назад по моему может даже меньше чем должны она меньше чем десять лет назад не было здесь вот где-то здесь под землей выкопали а посмотрите это вот те самые предверные так сказать колонны при какой двери они стояли на каком уровне этой пирамиды я думаю что никто не может уже сказать их выкопали лет десять назад где-то вот их не было здесь а потом они появились я помню давно очень уже давно откопали да их откопали тут возле пирамиды еще куча различных деталей которые с нее попадали у нее нет четырех с четырех сторон подъемов как везде только с одной стороны да и кстати она ориентирована что-то там со смещением на 15 градусов то есть она даже не повторяет как все она вообще не вопрос неточности мы не можем сказать не точно к современным современным да 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 применительно к другим соображения на 15 градусов я думаю подписчики зрители подскажут нам что это означает мацана смещена на 15 градусов северному там ну там к востоку но обсуждали магнитный полюс земли менялся ну единственное что фантастика бопу он даже конечно рядом с ней все это не бопу он конечно это только вот нижние основания там еще знаешь какая история была что допустим я не знаю все это правда или нет потому что знаешь мало ли кто чё рассказывает написали якобы бросали туда кокос специально его подписывали и потом вылавливали его вот там где мы мимо проходили вот в этом вот рву во рву который вокруг храма там он не но он не на воде стоит а что система связанная с водой ну да 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 это все очень странно и непонятно посмотреть чего тут они выложили что тут у нас что тут у нас это нас просто ну кстати вот видите они уже знают куда их определить либо хотя бы пытаются узнать потому что они подписаны ну какие-то детали от пирамиды наверно ну подожди давай как это официально считается это насыпанный холм который обложили песчаником да вот так внутри не каменные блоки внутри песок да это не ко мне вопрос внутри а потом внутри они везде так пишут да экономии материала засыпали там все песком оно как не расползлось оно как вместе друг с другом это закреплено бапуон тоже кстати это по этому же принципу да что внутри ну там бапуон он реально разваливался они реально все это видели в натуре да то есть это не разваливалась конечно ну как не разваливалась вот там видишь наверху но это так себе конечно все не критично да а кто его знает специально как будто бы она разваливалась это надо быть полностью бросить они бросили столицу дальше да да начали вот это тут городить да а какие-то дворцы все это не уцелел потому что у нас это было а что у нас лестница и закрыта неужели да я слушаю сам я сам-то чуть не умер от страха ты чего просто здесь была деревянная лестница она очевидно пришла в негодность они сейчас делают хорошую слава богу слава богу можно подняться так ну что сейчас опять будет тяжело на дроне не пикать не курить не орать не пить не есть ничего не кидать идеальные столовки вообще ничего не разъехалось ни один шовчик не поплывнет без намеков а вы знаете меня выступы эти смущают они сильно выступают у нас и в пирамидах и в египте много выступов и в облицовке много выступов они же не обрабатывали да либо потом должны были обработать опять видим отверстия хорошие отверстия кстати качественная ну а тут все вот на реально они ну идеально срослось уже а сами блоки то так себе ты в каком плане снаружи обработка то ну слушай обветрилась все во первых а мне кажется они что не планированные не должны были выровнять они закончили а ты думаешь они должны были выровнять она может быть может быть срезать что такое тут срезать 10 15 сантиметров на блоке на таком большом это килограммов 100 мощь выкинуть что у них вам на многих объектах и в малой аресте срезаны вот эти вот внешние пуски даже вспоминай 4 он у него тоже вступают да не у нас недоработанных сооружений много пока я вижу только вот внешняя грань прекрасная а эти блоки вот тут как будто птикор наш пытались наносить а может он был в аэрозии конечно тут все заросшее да лишь было было все заросшее да деревьями то есть они везде росли вот поэтому разрушение это деревья тоже какие-то доставляли то есть если где-то что-то там разошлось это не плохое качество строительства это ну реально вот природа природа да с ней ничего не поделаешь ну надо просто счистили срезали я так понимаю да опять откуда здесь взялась земля мы на мало то что вы на высокой местности так еще и на ваще точки для местности пирамиде ну как есть есть конечно выше я думал это один блок а тут шва не видно или у его тут нет его нет есть есть вот он а чем такой кривой а как-то или как или он так вот он вот он вообще представляешь то есть мы его не видно его не видно как раз люди искали это кто-то вот прочертил до катком шов а он по факту вообще не виден чего участика фантастика что такое качество да может быть кому-то кажется искусственно поднимается на пирамиду но для других для многих это единственный способ увидеть уже все суши видно сверху увидеть пирамиду так как это вот есть мы с двухсторонних того что нужно снимать больше каждый по каждый стык сколько решений сделано 0 все в ноле выведена какие уголки этот наугад такой вот сбилась гладкая грань очень гладкая не просто гладкая безумно гладкая а там еще раз сбилась значит эрозия была ну вааа уже мы довольно высоко но это еще не финал финал там где-то я не считал раз два три четыре дама на четвертом в принципе вот давай вот сравнивать на чертом уровне мы стоим на большой пирамиде любой другой вот такая же высота примерно и и платформа посмотри размером вот бапуоновская платформа верхняя по моему она даже 4 ну например такая же я к тому что они если вот мы уберем еще вот эти три яруса то мы обнаружим я кто-то достроен или те пирамид до конца а ну да кстати не убраны не убраны ли они достроены точно да проходило потому что то но ассоциативно у меня сразу напомнило сейчас я на бакуоне я вижу по высоте я вижу по размерам я вижу как-то по всей конструкции но здесь у нас не очень расчищена вот могила белого слона так называемая на самом деле предполагается что здесь должна была быть построена еще одна пирамида за вот этой пирамидой есть у меня такое подозрение что даже не знаю говорить об этом или нет просто допустим что если эта пирамида уже здесь стояла до того как сюда пришли люди и они просто захотели повторить этот опыт холм-то насыпали холм-то насыпали да вот пирамиду-то построить не смогли здесь у нас такая имитация древние надписи вот так как будто бы это выглядело древности прекрасно белый слон священное животное в азии ну и вот вот эта могила так называемая в принципе можно подняться наверх я бы даже и поднялся бы если бы там только было бы что-то интересное на самом деле ничего там нет наверху кроме остатков пикников разных любителей природы местных вот так туда и спускаться не комфортно ой подниматься не комфортно а спускаться тем более здесь вот опять тоже сделали алтарь со слонами могила белого слона и вот за нами та самая пирамида стена достаточно высокая то есть так более-менее откопано да все таки можно все таки предположить что у пирамиды именно 7 они больше ступеней хотя кто его знает мы же не проверяли а тут что написано тут у нас написано что нельзя торговать антиквариатом правильно а то знаете все камбоджийские статуи практически повывозили из страны подустал я уже разговаривать на эти целый день давайте на стену опять посмотрим нижний уровень действительно нижний уровень ну да наверное все таки вдоль пирамиды многое раскопали что-то тут выкапывали постоянно то есть наверное все таки да ее раскопали до до конца ну если она строилась действительно в десятом веке то мы просто тогда значит ничего не знаем окмерской цивилизации опять то ли из-за жары то ли что у меня периодически вырубается сегодня то ли здесь энергетика такая я все таки покажу вам замечательные стыки потому что боюсь что у меня не работало как раз тогда уже видео когда я все это снимал хотел показать вам чудесные стыки например например ну да например вот здесь видите видите стык я не вижу он есть а он есть и вот таких вот изумительных совершенно стыков здесь масса просто масса на всех семи уровнях единственная пирамида в своем роде вот в камбодже напоминает да майянские пирамиды конечно вот если между ними какая-то связь раньше даже кстати официально считалось что она есть но на самом деле наверное нет было огромное количество каких-то статуй здесь все это было украдено украдено к сожалению французами потом американцами находится все это в частных коллекциях и камбоджа предпринимает значительные усилия чтобы все это вернуть обратно страну не безуспешно да многие вещи действительно уже вернулись и вот так что на этом я заканчиваю пока пока 記得 кстати уз